Друзья, сегодня я вам буду немного рассказывать про недетские истории, недетские игры и небольшая предыстория в самом начале. 22 и 2020 год стали по-настоящему кризисными для российской экономики и во многом менеджеры крупных отечественных компаний столкнулись с вызовами, с которыми ранее никогда не сталкивались. Я обратил внимание, что как ответ на эти вызовы появилось увеличенное количество коммуникаций с сотрудниками. Причем коммуникации эти зачастую проходили в каких-то новых форматах, появились таунхоллы, лайф-сешоны, Q&A, сешоны, просто какие-то интервью, встречи. И основная цель всех этих коммуникаций на самом деле была довольно простой. Менеджеры старались сплотить команды, старались успокоить людей в условиях кризисных событий, высокого уровня неопределенности. И могу по своему опыту сказать, что на самом деле это работало. Как минимум мне на своем опыте становилось чуточку спокойнее от того, что, не знаю, я послушал выступление какого-то топ-менеджера, который через призму своих личных эмоций и впечатлений рассказал, как он относится к текущей ситуации и вообще, что он прогнозирует на будущее. Почему это вообще работало? На мой взгляд, ключевую роль здесь играла так называемая магия сторителера. Это когда человек, по сути, через какие-то свои личные возможные истории, через прошлый опыт, возможно, через прошлый опыт других кризисных ситуаций, рассказывает о своих личных переживаниях и старается нам продать или рассказать какую-то важную мысль или идею. Если мы внимательно проанализируем вообще совокупно несколько выступлений подобного рода, у них было несколько характерных черт, на которые я обратил внимание. Первое – это некая открытость и честность, о которой говорили спикеры. Вообще темы, которые обсуждались на такого рода лайв-сешенах, зачастую не были характерны для широкого круга лиц. То есть обычно такие темы обсуждались в каком-то более узком кругу, а здесь это выносилось максимально широко на всю компанию, пускай и под NDA. И это тут, что называется, первый шаг для того, чтобы решить проблему, честно ее признать. Вторая характерная черта – это была некая гуманность. То есть люди старались говорить о проблемах с человеческим лицом, что ли. То есть у бизнеса все равно есть человеческое лицо, и когда мы говорим о чем-то не просто как о цифрах, каких-то терминах рабочих, а говорим о мое личное отношение как человека, всегда появляется какая-то некая близость. То есть нам проще понимать точку зрения этого человека. Третье – это на самом деле простота формулировок. Зачастую язык использовался максимально примитивный, без организмов, без какого-то профессионального сленга. И у этого есть очень простая причина, потому что простые формулировки лучше укладываются в наши головы, а иногда и в наши сердца. И последнее – это представление некого светлого будущего, потому что это в том числе задача хорошего лидера – сплотить команду и представить, что да, сейчас тяжело, сейчас нам нужно всем вместе хорошо и плотно поработать, но в будущем нас ждет успех и какой-то хороший результат, несмотря на все трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Фраза, которую вы видите на экране, я ее запомнил с марта прошлого года. Ее произнес CEO одной крупной эти компании российской, не буду говорить, кто именно. Я бы ее на самом деле вряд ли бы запомнил, если бы не сила метафоры, как инструмент о речи в руках умелого столи-теллера. Но вообще, что в принципе делает историю по-настоящему для нас качественной? Может быть, есть какой-то секрет и так далее. И он действительно есть. Вообще, магия столи-теллинга очень хорошо описана в западной литературе, в первую очередь, потому что за океаном этот феномен начали изучать значительно раньше, чем у нас в стране. Есть максимально классический какой-то список литературы, и отцы основателей нам говорят, что первая такая фундаментальная книга о стори-теллинге – это книга Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Рекомендую всем почитать, кому в принципе глубже интересна тема стори-теллинга. Так вот, если мы просуммируем совокупно опыт какой-то литературы, свой собственный опыт, что в принципе формирует какую-то концепцию хорошей истории? Первое – это герои. То есть это какие-то характеры и их хорошее описание. Чем более качественное описание мы дадим в самом начале нашим героям, тем проще будет нашему воображению, естественно, их как-то у себя представить. Допустим, не знаю, в контексте IT это может быть какой-то конкретный программист, команда разработчиков, это может быть даже клиент или пользователь нашего с вами приложения. Дальше у наших героев должна быть какая-то цель. Они должны к чему-то идти. Причем желательно эта цель должна быть достаточно амбициозной, чтобы нас заинтересовать как слушателей. Например, не знаю, запилить какую-нибудь сложную фичу, которую никто никогда раньше не делал, и решить какую-то проблему, которая раньше казалась нерешаемой. И на пути к этой цели у наших героев должна возникнуть какая-то сложность, какое-то препятствие, с которым необходимо им справиться и преодолеть на пути к успеху. И, наконец, развязка. Собственно, развязка — это то, что делает по-настоящему историю вкусной с точки зрения нас как слушателей. Это то, чего мы больше всего ждем. Позвольте, расскажу вам одну небольшую короткую историю. В 1983-1986 году компания Apple и IBM, по сути, топтались на месте с точки зрения завоевания доли рынка персональных компьютеров США. Причина была довольно простой. Компания Commodore с их персональным компьютером версии C64 на тот момент владел больше половины рынка американского персональных компьютеров. И в 1987 году они выпустили обновленную версию, она называлась Пласт-4, у нее было больше памяти, компьютер работал быстрее, к нему можно было подключать цветной монитор даже. Но был один нюанс. К сожалению, обратная совместимость практически полностью отсутствовала. Настолько, что штекер от предыдущей модели компьютера не подходил к монитору. То есть даже периферия, что называется, не работала и не было обратной совместимости. Начался старт продаж, но пользователи как-то не спешили переходить на новую версию, на новую линейку компьютеров, потому что на самом деле не было такой пользовательской привычки как таковой. То есть это сейчас для нас абсолютная норма, когда мы покупаем себе новый iPhone каждый год. Это уже для нас практически привычка. Обновляться – это норма. Раньше такого не было. И у пользователей не было такой привычки. Соответственно, они продолжали сидеть на старой линейке. Такие офис-компании вообще в принципе завалили письмами о том, что, пожалуйста, don't kill C64. И компания, увы и ах, пошла на поводу у своей аудитории. Что они сделали? Они решили поддержать одновременно производство двух линеек персональных компьютеров, что очевидно требовало определенных затрат. Так продолжалось несколько лет, пока в 90-м году они не вышли с заявлением о том, что все, мы останавливаем производство C64, больше не будем производить. Но не тут-то было. На самом деле они продолжили его еще производить еще несколько лет. В итоге в 95-м году они полностью выбились из сил, проиграли значимую долю рынка и объявили себя банкротом. Уволили 5000 человек, высококлассных инженеров. К чему бы это я? Пока я вам рассказывал эту историю, особенно если вы ее каким-то образом смогли соотнести с собой, она на самом деле с грустным концом, у вас выработался немножечко окситоцин. Это замечательный нейромедиатор, с помощью которого можно управлять эмоциями людей. И на самом деле плохая история зачастую более полезна, чем хорошая история с хорошим концом. И вот в чем. Дело в том, что мы с вами все биохимические машины. И я не химик и не биолог, но базово-литературно говорит о том, что с помощью таких нейромедиаторов, как кортизол, как дофамин, как серотонин, как окситоцин, мы можем воздействовать на поведение людей. И в зависимости от того, какого характера ваша история, насколько она увлекательная, мы испытываем различного рода эмоции, у нас выявляются различного рода нейромедиаторы. Так, за счет упаковки некоторых фактов, цифр, несвязанных логических событий в одну цепочку в рамках одной истории, и в том числе через механизм нейромедиаторов, мы можем значительно повысить внимание, фокус, запоминание информации. И это на самом деле действительно магия стори-теллинга, что называется, которая работает прямо на биохимическом уровне. И все бы хорошо, но на самом деле я вам приведу пример очень простой, как можно манипулировать людьми через истории. В 2009 году Роб Уокер, это американский журналист New York Times, решил провести эксперимент. Он зашел на Amazon и купил там 200 товаров, просто различных рандомных товаров, потратил на все это дело 129 долларов, а затем попросил редакцию, чтобы ребята написали о каждом из предметов, которые он купил, небольшую историю. Ну, какую-то. Например, он купил фигурку лошади небольшую за 99 центов и написал историю о том, что эта фигурка лошади висела на шее его любимого жеребца, когда он участвовал в скачках и так далее. И продал эту фигурку жеребца ровно в 67 раз дороже за 67 баксов. То же самое произошло практически со всеми остальными товарами. Очевидно, что люди, читая истории, вели себя иррационально и значительно переоценивали товары, которые, собственно, продавались с какой-то написанным к нему описанием, например. И вот так работает, к сожалению, несовершенно наш с вами мозг. Хорошая новость. Вы, наверное, сейчас в этот момент думаете, ну, не всем дано рассказывать истории, делать их увлекательными. Вот наука говорит нам, что нет. На самом деле, сторителлинг — это наш базовый навык, который дается нам, в принципе, от рождения, как управление нашей речью. Другой вопрос, что его действительно нужно развивать. И здесь становится важным вопросом, а как это делать вообще? Как развивать в себе навык сторителлинга? Плохая новость. Универсального рецепта, к сожалению, нет. Но есть определенные механики, определенные приемы, которые могут нам в этом помочь. Базово основное, что нам нужно сделать — научиться развивать в себе воображение. Потому что если вы хотите рассказать хорошо и вкусно вашу историю, вам необходимо для начала ее представить. Через представление мы можем сформировать тот набор тезисов, слов, характеристик, описание, которое должно в головах ваших слушателей какие-то картинки нарисовать. И это можно делать базово через чтение книг. Мало того, что это развивает наш с вами вокабуляр и, в принципе, словарный запас и все, что угодно там. То есть это базовый способ развивать ваше воображение. Помимо этого можно формировать бэклог историй, в том числе из книг, но не только. То есть если вы, например, наблюдательные, истории на самом деле окружают нас с вами по кругу, и нам всегда есть о чем рассказать. Просто нужно делать это осознанно. И могу вам по своему опыту сказать, если вы развиваете в себе наблюдательность и пытаетесь действительно формировать этот бэклог, то в короткой вашей памяти всегда будет висеть 10-20 историй, которые вы в зависимости от контекста и обстоятельств можете быстренько использовать и привязать их к текущему контексту разговора, например. Очень похожий механизм используют игры. На самом деле похожие когнитивные приемы. И точно так же работает биохимия. В зависимости от того, каких целей вы преследуете, можно использовать разного типа игры. Например, там, не знаю, айсбрейкеры, когда мы хотим растопить немножечко лед отношений и познакомить людей друг с другом. Или можем использовать некие ролевые игры, которые позволяют людям почувствовать себя в роли другого человека, испытать его эмоции, примерить на себя и понять лучше с его точки зрения, как выглядит та или иная роль. И так далее. И мы на самом деле в маркете всячески поддерживаем различного рода игры. И позвольте, я вам приведу пример похожей игры, которая может быть полезной с точки зрения инструмента для работы менеджеров. В маркете несколько раз уже проводилась игра под названием Logistics for Cap Bootcamp. Суть очень простая. Мы преследовали одну важную цель. Повысить престижность и важность дежурств в принципе как такового. Привлечь внимание к инцидент-менеджменту. Вовлечь людей в процесс дежурств. Сделать его более качественным. Повысить грамотность людей, которые участвуют в процессе дежурств. И собственно для этого мы придумали некую симуляцию настольной игры. Предположим, мы симулируем ситуацию. На складе в момент, когда вы сканируете товар на приемке, у вас должна отобразиться карточка этого товара. Сканер сканирует, то есть там штрих-код какой-то. Карточка товара не отображается. Сбой, инцидент. Все, кричим, фалундра, нужно нам спасаться каким-то образом. Дальше наши участники вытаскивают определенные карточки. Здесь важно отметить, что вначале мы даем теоретическую подготовку. Прямо на видео, под запись. Рассказываем о том, в принципе, как функционирует система. С чем она интегрирована. Какие-то основные такие корнер-кейсы можем разобрать. Ну то есть теорию мы все равно в любом случае даем. И собственно наш игрок вытаскивает карточку. И например на этой карточке говорится, что у него есть возможность позвонить своему коллеге. Он, например, звонит своему коллеге. Выясняем, что опять же в рамках симуляции коллега сейчас находится в Подмосковье на даче. Празднует день рождения. Ноутбук он забыл дома. И вообще в целом не очень трезвый. Вряд ли он чем-то вам поможет. Окей. Или, например, он вытаскивает еще одну карточку. И в рамках этой карточки он может посмотреть логи. А затем выясняется, что логов за последние два часа нет. Таким образом мы симулируем условия, когда мы пытаемся подтолкнуть человека искать нестандартные пути решения проблемы. Потому что у одного и того же инцидента всегда есть разные способы, как с ним можно побороться и как эту проблему можно решить. А еще здесь важно транслировать людям то, что на самом деле факапы случаются у всех и не нужно их бояться. И здесь, опять же, допустим, ребятам в своей команде я часто рассказываю очень показательную историю. В 2021 году, если быть точным, 4 октября, Facebook испытал самый страшный факап, который был в принципе в истории компании. На протяжении семи с лишним часов по сути сервера были полностью недоступны из-за одной очень простой ошибки. Конфигурация IP-таблс была залита некорректно человеком, и DNS-адреса не дезолвились. Собственно, несколько часов сами сотрудники компании не могли зайти на хосты, абсолютно не понимали, что происходит. Компания Агора, например, российская, потом посчитала, что за один час простоя российская экономика теряла порядка 70 миллионов рублей налогов. То есть представьте, что это было в масштабах большого мира, то есть многомиллиардной корпорации. Капитализация Facebook рухнула, Марк Цукерберг потерял тогда тоже несколько миллиардов. В общем, такой существенный значимый факап. Казалось бы, огромная корпорация с многомиллиардной аудиторией, наверняка они беспокоились о том, как вообще в принципе функционируют их системы, как сделать ее надежной. Но увы и ах, все равно нельзя всего предусмотреть. И здесь важно как раз таки не ругать людей за то, что случился инцидент. Нет, ну как бы такое бывает, случается. Важно сделать работу с инцидентами открытой, прозрачной и делать из этих инцидентов правильные выводы. То есть если случился инцидент, нужно привлечь знающих людей, которые помогут вам сделать эти выводы, если вы их не можете сделать самостоятельно. Все это круто и классно, но не подумайте, что работу руководителя нужно строить только на играх и на сторитейлинге. К сожалению, это не так. Как бы нам не было весело от того, что мы играем в игры, и как бы нам не было увлекательно рассказывать или слушать истории, все равно работу работать придется. И этого никак не избежать. Но игры и истории можно очень эффективно использовать вот как точечные инструменты для того, чтобы сформировать правильную среду, в которой вы работаете, для того, чтобы наносить свои мысли и идеи, для того, чтобы внедрять определенные изменения. Все это в синергии как раз таки и формирует вас как лидера, формирует вашу определенную харизму, и именно этим образом вас, возможно, будут затем вспоминать ваши сотрудники. И, возможно, вы сейчас думаете, ну, ладно, Андрей, хорошо, история это все здорово, классно, но вот у меня, например, в жизни ничего не происходит, я не знаю, о чем мне рассказывать. Позвольте, приведу вам тоже еще один пример. Например, компания Pixar, ну, они, по сути, были первопроходцами в этой фишке, со своего первого мультфильма в титры вставляет имена детей, которые родились за время производства мультфильма. То есть, допустим, когда они делали историю игрушек в начале 90-х, ее делали порядка 4-х лет. И там родилось 30 или 40 детей, и все они попали в титры. С точки зрения Голливуда, это, ну, на самом деле, практически резюме. Это ваше CV, и просто так до Pixar никто не добавлял людей в титры после мультфильмов или после фильмов. Они начали это делать первыми. И мы почему-то вдохновились этой историей с командой когда-то еще давно, и решили, а что если мы будем добавлять в проекты, над которыми мы работаем, определенного рода пасхалки. Ну, то есть, может быть, в readme файл, может быть, в какой-нибудь скрытый endpoint, или, например, на скрытую страницу, которая, ну, недоступна, если вы просто так не знаете, как на нее зайти. Мы делали определенного рода пасхалки, куда добавляли различного рода маленькие истории, имена людей, которые были причастны, и, ну, таким образом, немножко, не знаю, делали себе приятно, что ли, и чувствовали какое-то свое единение с продуктом, которым мы занимаемся. Представьте, скорее всего, через 5-10 лет этого продукта либо вообще существовать не будет, либо он превратится в легоси, либо он трансформируется во что-то другое, а там где-то далеко зашиты наши имена, тех, кто, может быть, его стартовал или тех, кто над ним работал. Прикольно, интересно, классно. Вот сами придумали эту историю. И я, на самом деле, хочу вам пожелать того же самого. Не нужно, типа, искать истории вокруг. Создавайте свои истории здесь и сейчас. Творите, потому что, на самом деле, каждого из нас есть о чем рассказать. И есть что-то интересное, что происходит в жизни или в работе. Этого я вам и желаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЕВ. АПЛОДИСМЕНТЕВ.